Сельские дома культуры в Чувашии планируют строить по типовым проектам на 100 и 150 мест. Об этом сообщили сегодня на совещании в Доме правительства. В рамках комплексной программы социально-экономического развития Республики Муниципальное Образование заявили о строительстве 79 учреждений культурно-досугового типа. Новые дома культуры многофункциональны. В их состав войдут востребованные населением сервисы, в том числе цифровые. Вот наш реестр типовых проектов, он отвечает на все эти вопросы по порядку. Помимо того, что мы имеем просчитанную проектную смертную документацию, которую дальше надо только привязывать, он отвечает на вопрос того, что он решает, помимо того, что мы там организуем культурно-досуговые мероприятия, еще и вопросы доступа к цифровым форматам. Дальше вопросы текущих затрат на эксплуатационные, эксплуатационные расходы. Ну и, конечно же, удобство и комфорт по всем остальным критериям. На совещание зашла речь и о стоимости таких социальных объектов. Многих интересует, из чего она складывается. В отличие от прошлых лет, теперь туда закладывается и инфраструктура, и благоустройство территории. Что касается действующих очагов культуры на селе, то многие из них нуждаются в серьезной модернизации. Население требует, что 6 зданий, это 0,7%, являются аварийными. 88 зданий, это 13%, требует капитального ремонта. 4 клуба в республике функционируют в арендованных помещениях. И в 29 административных центрах поселения клубы находятся в аварийном, неудовлетворительном состоянии или отсутствуют. Требуется также капитальный ремонт существующих зановых культур, построенных в 70-80-е годы. Здание планируют отремонтировать в рамках федерального проекта «Культурная среда» до 2023 года. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика.